Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я очень рад, что имею возможность приветствовать вас в фонде имени Генриха Бёлля. Меня зовут Вальтер Кауфман. Я являюсь руководителем отделов по работе с Восточной и Юго-Восточной Европой. Я рад, что вы так же, как и я, хотите узнать, насколько в Армении движение есть или нет. Армения – это, конечно, не тема или, скажем, не государство, которое в общественном интересе Германии занимает особенную роль. И если мы говорим об Армении или читаем об Армении, тогда это часто в контексте с соседями. Либо в соотношении с Турцией, в вопросах признания геноцида, который состоялся и который в 2015 году будет отмечать 100-летний юбилей, или в отношении с Арзабажаном, конфликтом на Горном Карабахе, где для внешнего постороннего наблюдателя Армении Армения занимает такие же жесткие позиции, как и Азербайджан. Мы сегодня вечером хотели бы задавать другие вопросы, вопросы, которые только обосредованно касаются отношений с Турцией, с Азербайджаном. Мы хотели бы знать, что же происходит все-таки в этом государстве, маленьком государстве, которое все-таки заслуживает больше внимания, больше интереса. Мы хотели бы воспользоваться случаем президентских выборов. Мы, наверное, не будем вникать в дебри или в тонкости внутренней политики Армении, но мы хотели бы узнать или понимать, где сейчас находится Армения, на какой стадии развития 20 лет после приобретения суверенитета, какая динамика общественной жизни происходит в стране, какие есть соображения о внешней политике, и какое в стране есть движение, потому что мы уверены, что движение есть. Конечно, будучи политическим фондом, уже очень хорошо, что мы организовываем, что мы приглашаем на наше сегодняшнее мероприятие, посвященное Армении. Но есть еще другой повод, почему мы, фонд Имри Генриха Бюлля, можем гордиться сегодня вечером. Дело в том, что все три панелиста, которые мы сегодня вечером пригласили, уже долго с нами сотрудничают. Два бывших стимпедиата нашей стимпедиальной программы Южного Кавказа – это Каяна Шагуян и Микай Залян. Они являются учеными нашей сети контактов по Южной Европе. Они для нас важные партнеры в этом регионе. И третий у нас – это Александр Эйскадарян, тоже является ментором, важным доцентом в рамках этой программы. То есть перед вами специалисты нашего фонда Генриха Бюлля. Но я уверена, что это будет все-таки не скучно, потому что мнения у всех, конечно, различные, разные. А сейчас я хотела бы передать слово Нине Лежаве, которая является руководителем нашего оригинального офиса на Южном Кавказе и будет модерировать наши мероприятия. Спасибо и добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо за ваш интерес, за то, что вы в таком количестве сюда пришли. В Армении 18 февраля состоялись президентские выборы. И мы хотели бы воспользоваться этим событием, чтобы обращать ваше внимание на общественные и политические события в этой республике Южного Кавказа. В Армении в прошлый год был очень динамичный. Политическая оппозиция стала принимать участие в парламенте. Это было весной 2012 года. И впервые оппозиция получила возможность перенести политические дискуссии, политическую борьбу с улицей в политические институты Армении. И для постсоветского государства это большой прогресс. После определенного периода общественно-политической апатии, равнодушия, особенно после парламентских выборов 2008 года, сейчас мы наблюдаем падзем. Особенно молодые активисты организуют самые разные тематические группировки на тему, скажем, загрязнения окружающей среды или использования пространств в городе. И благодаря своей активности они завоевывают определенные внимания и пользуются определенным успехом в своей деятельности. Но все-таки для наблюдателей эти выборы не были действительно интересными, неожиданными. Например, политический аналист Ричард Грагрисян эти выборы характеризовал как выборы, где почти не было конкуренции, где почти не было соревнований. И поэтому для многих не было сюрпризом, что Серж Саркисян был переизбран. Это почти было понятно уже до выборов. Сейчас президент Армении Саркисян был утвержден в своей должности. И оппозиция опять говорит об обмане, фальсификации. По официальной статистике он получил где-то 58% голосов. И его победа, в общем-то, была понятна уже в декабре, когда его самых главных два оппонента приняли решение не баллотироваться. Это Ливон Тер-Петрусиан, который в конце 80-х годов был руководителем движения за независимость в Армении. Он был первым президентом в стране. И он объяснил, что ему уже 68 лет, и что поэтому он отказывается от этого. А второй оппонент, бывший профессиональный борец Гари Саркисян, которая партия его процветающая Армения, вторая, в общем-то, по численности партия в парламенте без длительных объяснений сказал, что не будет баллотироваться. Так что после того, как они ушли, Рафио Ванессиан стал второй по численности голосов кандидатом. Он родился в Соединенных Штатах, пришел, вернулся в государство. В начале 90-х годов ему тогда было 32 года. Он был самым родным министром иностранных дел. И после приобретения независимости в стране он остался жить в Армении. Он уже несколько лет является лидером маленькой оппозиционной партии. По данным избирательной комиссии, Ванессиан получил где-то 37% голосов, но он сейчас претендует на победу для себя. Три самых главных оппозиционных партии не принимали участия, отказались от участия в выборах. Ну и если мы говорим о дальнейших кандидатах в президенты, то в соответствии с ЦИК пять дальнейших кандидатов получили очень низкие проценты, однозначные проценты. В общем, участие в выборах составило где-то 60%, участие граждан в выборах. И нужно сказать, что избирательная команда Рафия Ванессиана, второго кандидата, говорит, что были случаи покупки голосов, устрашения, фальсификации. Мы сегодня вечером хотели бы более детально заниматься этими вопросами. И я очень рада, что имею возможность приветствовать гостей из Армении. Алик Искандариан является политологом. Он работает в школе, в институте для молодых журналистов региона. Очень популярный комментатор. Когда на прошлой неделе мы встречались в Ереване, он сидел у входа в гостинице перед экраном, где были показаны его кадры с его комментариями. Микаэль Залян является историком и тоже политологом. Он работает в армянской неправительственной организации, это армянский пресс-клуб. Агаенеша Гаян является антропологом. Она работает в институте археологии и этнографии. И, несмотря на свою очень солидную научную деятельность, она с течением времени все-таки всегда смогла продолжить свою активную общественную политическую работу. Мне представляется, что сегодня таким образом у нас будет здесь представлено широкая гамма мнений в стране. И я хотела бы, после того, как мы представились, уже задать первый вопрос господину Искандариану. Давайте, чтобы поподробнее объяснить контекст, может быть, начнем с вашими пояснениями о президентских или к президентским выборам. Национальные наблюдатели сказали, что был достигнут определенный прогресс по сравнению с президентскими выборами 2008 года. И банальный вопрос. Вы согласны с такой оценкой? И чтобы понимать, что же все это означает для политической культуры Армении, я бы хотела спросить у вас, какое ваше мнение, как вы объясняете, почему самые интересные кандидаты господин Саркусиан и Терпетрусиан отказались от своей кандидатуры? Спасибо, Нино. И спасибо всем вам за то, что пришли послушать. Действительно, спасибо, Нино, за форму вопроса, потому что, начиная говорить об Армении с людьми, которые не обязательно являются специалистами по ней, и если у тебя там 8-10 минут, и надо говорить о политической ситуации, то правильно отталкиваться от 2008 года. 2008 год – это президентские выборы, это переход президентского поста от Роберта Кочаряна, второго президента Армении, к Сержу Саркусиану, третьему и нынешнему тоже президенту Армении. Они были ознаменованы очень существенными для Армении, с событиями. Общество было расколото очень серьезно. По официальным данным, 21,5% избирателей при большой явке, 70% тогда примерно голосовало, имеющих право голоса, было подано за Левану Терпетрусиану, около 18% за другого кандидата, который позиционировал себя как резко, радикально, оппозиционный. И вместе от 40%, это по официальным данным, да. Реально количество населения, которое радикально не принимало ту политическую систему, которая была на тот момент, в Армении было еще больше. Это был, если не коллапс, очень сильный удар по политической системе, очень низкая легитимность власти, демонстрации, массовой демонстрации, на которую ходили десятки, а на пике сотни тысяч людей. И в результате этого погибли люди, 10 человек погибло, 2 полицейских и 8 человек, из митингующих. И вот партия того кандидата, который набрал большее количество голосов, она никак не была представлена в политической системе. Политическая система была чрезвычайно перекошена. То есть огромное количество людей, они не были представлены никаким образом вот в этой вот политической системе. Было очень сильное давление на политическую систему с улицы. В этом смысле, в кавычках, в европейских терминах, Армения это Франция, а не Германия. Вот уличное давление на политическую систему, оно было таким выраженным. Другого способа давления не было. Оппозиционные силы, которыми можно было назвать оппозициями в реальности, занимали в парламенте 131 человека, 6 мест. И политика была на улицах. Это продолжалось довольно долго. У меня нет времени говорить о том, как и каким образом ситуация постепенно устаканивалась, если переводчики это смогут перевести. То есть она постепенно становилась не такой, какой она была в 2008 году. Рождались различные формы диалога. Это называлось диалогом. Реально это не было никаким диалогом. Это была серия монологов. Но люди садились друг с другом за столы и начинали разговаривать. И на это накладывался экономический кризис. Как вы понимаете, экономический кризис отразился на Армении очень сильно. Армения страна небольшая, с очень узким внутренним рынком, очень сильно зависящая от рынков международных. Вот из вашей страны, из Германии, некие фирмы, там они добывали в Армении медь, что чрезвычайно важно для армянской экономики. Цена на медь в 2008 году упала в три раза. Это увольнение, это увеличение зарплат, это безработица, это миграция. Тот пузырь финансовый, который лопнул в Нью-Йорке, он резко повлиял на строительную отрасль, которая чрезвычайно важна была для Армении тогда в качестве производства национального продукта и так далее. Вот на этом фоне делались попытки для того, чтобы политическую систему привести в другое состояние. Выборы в Армении всегда так, что выборы парламентские, они являются праймерис для выборов президентских, они за год происходят. Произошли парламентские выборы, они произошли в мае прошлого года, и это было новое для Армении явление. Во-первых, после этого парламентских выборов все политические силы Армении, сколько-нибудь существует, вошли в парламент. У нас сейчас той оппозиции, сколько-нибудь серьезной, которая не представлена в парламенте, не существует. Они представлены, на мой взгляд, не так пропорционально, как в обществе, но они представлены все. Далее, все идеологические партии, то есть те партии, которые выступают с идеологических позиций, оружием которого или орудием которых является вербальный ресурс, идеология, эти партии все проиграли по сравнению с прошедшими выборами. Про всех говорить не буду, как иллюстрацию только скажу, что вот тот кандидат, Левантер Петросян, первый президент Армении, который набрал треть, извиняюсь, 21,5% в голосовом на президентских выборах, на парламентских набрал, его партия набрала 7,11, в три раза меньше. И так произошло со всеми партиями идеологического направления. Они все набрали, во-первых, мало, во-вторых, меньше, чем в прошлый раз. Обе не идеологические партии, у которых реально нет идеологии вообще. Это партия республиканская, которая является типичным для постсоветских стран, и таки профсоюз чиновников и аффилированного с ним бизнеса, вот что-то в таком духе, у которого формальная идеология есть, но это про это даже не интересно разговаривать, реально их избирательная кампания. Ну вот, мы делали и будем продолжать делать, и мы хорошие, и стабильность, и так далее, и так далее. Типичная, повторюсь, для постсоветского пространства структура. И вторая партия процветающая Армения, которая была основана самым богатым, судя по всему, человеком Армении, как и комплексно-руканным бизнесменом, компания которого, ну вот, была компанией такого вот патерналистского дядюшки. Я разбогател, я могу сделать. Так, что и вам тоже будет хорошо. Строго говоря, компания превратилась в такую серию кавказских тостов, если вы их когда-нибудь слышали. Обе эти партии, строго говоря, не пользовались ресурсом идеологии, и даже не пользовались ресурсом харизматического лидера, лидера республиканской картины. Ой, я прошу прощения, да. Я боюсь, я же хочу успеть. Прошу прощения. Окей. А переводчик. Те партии, которые ни Серж Сарксиан не является харизматическим лидером, а он не очень харизматичный человек, и Сарукян, ну, в общем, немножко по-другому, но сказать, что он может каким-то образом удержать толпу, тоже не очень можно. Это вот де-идеологизация политических трендов. На мой взгляд, процесс вообще-то очень всеобщий, мировой, существующий во всем мире, в разных степенях и в разных видах. Он стал проявляться в Армении. Там было то, что международные наблюдатели назвали вежливым английским словом «gifts», подарки. Это не обязательно взятки в физическом смысле, так тоже бывало, да, это построенная в село дорога, вставленная в твоем блоке, где ты живешь, дверь в блоке многоблочного дома. А когда директор какого-нибудь школы уговаривает своих учительниц голосовать за существующую власть и так далее. То есть различные формы неидеологического влияния. Интересным и для меня чрезвычайно важным было то, что такие машины было две. Была конкуренция. Я ездил много, и мои сотрудники ездили, смотрели, как это происходит в селах, деревнях и так далее. Я все в Армению проехал. Тогда поразительные были случаи, которые раньше Армении было неизвестно. Вот какое-нибудь маленькое село, в котором вот этот самый директор школы уговаривает учительниц, говорит, надо голосовать за республиканцев, потому что если вы не проголосуете за республиканцев, я вам какую-то там премию не заплачу. А в этом селе одно рабочее место, какой-нибудь маленький ресторанчик, или пензоколонка, или маленький заводик. И владелец этого заводика говорит мужьям этих дам, что голосовать надо за Царукяна, потому что если Царукян не выиграет, я вам не буду давать работы. В соседнем селе наоборот, в еще соседнем опять наоборот, и так далее. То есть была конкуренция между двумя электоральными машинами, обе из которых были не идеологическими. Потрясающе интересно, и новое это было для Армении, до этого сражались идеологии в основном. Это было в мае. На этих майских выборах Сердцарксен выиграл президентский. Он набрал больше половины голосов. Он взял больше половины парламента. Он показал вот эти вот мускулы умения влиять на избирателя. После этого игра была сделана. Кто победит в парламентских, в президентских выборах, было практически всем обозревательным понятно. Только сценарии были не очень понятны, выставиться или не выставиться господин Царукян. До декабря господин Царукян томил всю Армению, а в декабре сообщил о том, что не выставляется. Там была серия кулуарных попыток договоренностей. Логика его я трактую следующим образом. Это мой взгляд, это не совершенно необязательный взгляд других обозревателей тоже. Господин Царукян человек с психологией бизнесмена. И он находится в политике как бизнесмен. И вот когда стало понятно, что его максимум это 42-45 процентов голосов, это мог быть второй тур, а потом он бы оказался опять в оппозиции с огромной вероятностью. А на это ему нужно было положить около 200, ну, между 100 и 200 миллионами долларов. То есть примерно треть-четверти его состояния. Он решил в эту игру не влезать. Когда он это решил и в декабре объявил это, перед республиканцами, перед Сержем Сарксианом встала страшная совершенно перспектива. Вот приедут всякие наблюдатели и увидят, как мы победим 90-ми процентов голосов. Это был кошмар республиканцев. Не сделать 90- процентов. Потому что соперников серьезных не было. Среди тех, кто Левантер Петрусян не выставил свою кандидатуру, я не вполне согласен с ним, но, что он мог быть серьезным кандидатом. Человек, который полгода назад взял 7% вряд ли всерьез им смог бы быть, еще и при многих обстоятельствах, о которых невозможно говорить. И пошел один из кандидатов, Рафио Валентин, вот этот самый американский, который происходит из Соединенных Штатов, он провел достаточно успешную, достаточно умелую, очень хорошо работавшую, такую классическую, западную, американскую компанию, дорто-дорто, что называется, да, они работали, правда, как волки, они ездили по всем городовым весам Армении, он перездоровался, наверное, со всем населением Армении, это было так вот сделано четко по учебнику, как полагается, без особых изысков, ну и в общем так, довольно благопристойно. Вообще его голоса, это 5-6 процентов по стране, в основном Ереване, это вот то, что называется социальный центр, он собрал 37, это те же самые проценты, на прошлых выборах, помните, я говорил, 21,5 плюс 18, он собрал весь протест, он собрал весь протест на электорату, и люди, голосовавшие за него, голосовали не столько за него, сколько против. Это ему очень умело удалось сделать, это ему дали сделать, это в силу того, что власти это тоже было нужно, но почему это было так, потому что как соперника власть никого не воспринимала, поэтому она хотела провести выборы, которые будут лучше, чем какие-то другие и так далее. Считали я, что эти выборы лучше, выборы 2008 года, но тут даже спрашивают, да, тут конечно, выборы 2008 года ознаменовались чрезвычайно серьезными событиями и трагичными в том числе. Вот эта ситуация на сегодняшний день. Дальше я должен пару слов сказать о том, что происходит после. Обычная армянская история. В 1996 году кандидат Вазген Манукян провозгласил себя после того, как объявлен был выигравшим Левонтер Петрусиан себя президентом. Были волнения. В 1999 году господин Демир Чан после проигранных выборов объявил себя президентом. В 2008 году после выборов 2008 Левонтер Петрусиан заявил, что он избран. Нормальная традиция. Это в общем политическая традиция в Республике Армении. Ротация она происходит мы не туркмени, ни Узбекистан, ни Казахстан и так далее. То есть ротация происходит, но она не воспринимается ни обществом ввиду слабой легитимности политической системы вообще. Ни политическими противниками. Она всегда сбоит. Этого следовало ожидать, это случилось. Я не думаю, что это приведет к чему-нибудь серьезному президентом будет. Сержзак Сержзак но мои коллеги будут потом говорить, особенно как я понимаю, это приводит к серьезному оживлению, вспышкам общественной активности, общественно-политической активности, возникновению новых групп, новых форм политических требований, новых форм политических действий, не партий, а нетворков, другой класс населения влезает в политику различными способами. Это будет и будет продолжаться в Армении до тех самых пор, пока Армения изнутри себя не родит оппозицию, которая не является электоральным механизмом краткосрочным на выборы, а оппозицию, которая является постоянно действующей структурой, пронизывающей страну, существующую не только в Ереване, имеющую экспертную базу, имеющую базу людскую, имеющую базу в лице авторитетов в каждом регионе, имеющую финансовую базу и так далее. Вот Армения этим беременна. Она беременна такого рода оппозицией. Несколько раз тому были показатели, я их все перечислил. Леван Тарпетрусиан выплеснулся на этой волне. Господин Царукян в прошлом году выплеснулся на этой волне. Рафио Анисиан сейчас выплеснулся на этой волне. Соответственно, есть бэкграунд, потребность в обществе. А если она есть, то есть надежда, что в достаточно краткий период, ну, не знаю, 10 лет, 15 лет, такого рода структура может и зародиться. Спасибо, я, по-моему, превысил свое время. Большое спасибо. Мика, Эскандарян сейчас в том числе рассказал о выборах 2013 года, сказал, что это явный прогресс все-таки. как ты бы видел или описал эти выборы, где ты видишь различия. Если бы мы исходили из того, что исход выборов сейчас действительно неизменим, что это так будет, что это означает для следующих пяти лет? Саргасиан остается в должности, что это будет, стабильность или, скорее, стагнация для Армении на следующие годы? Или не только для Армении, для всего региона, может быть? Спасибо. Сколько у меня времени? Да, ну, я, конечно, не хочу сейчас, и да, я хочу тоже извиниться заранее, просить прощения у переводчиков. Я иногда начинаю очень быстро говорить, я постараюсь этого не делать. Я, конечно, не хотел бы, чтобы у нас весь день, сегодня весь день, так сказать, прошел за обсуждением выборов, потому что есть другие аспекты, в том числе и региональный аспект, к которому я тоже сейчас перейду. И, думаю, Гоанна тоже скажет кое-что о выборах. Просто я согласен сам со многим, что прозвучало. Пару просто замечаний, я бы не стал оперировать цифрами, которые у нас есть. То есть у нас есть утверждение оппозиции о том, что они выиграли, и есть у нас утверждение другой стороны о том, что они выиграли. Я скептически отношусь и к тому, и к другому. Но понятно, что одна из этих сторон контролирует государственные механизмы, полиция, армия и так далее. Поэтому те цифры, которые она говорит, рано или поздно принимаются. Также и остальным тоже приходится это принимать. Но проходит это довольно сложно. И совершенно верно было отмечено, что это происходит в Армении после каждых выборов. Причем в этот раз выборы, может быть, были несколько многие обозреватели не ожидали, что это произойдет в этот раз. Вот господин Искандарян был как раз один из немногих, кто может быть ожидал. Но для остальных было очевидно, что Северс Алексиан победит. Причем Рафио Ванасиану прочили многие, в том числе и я. 10, 19, может быть 15 процентов. Но оказалось, все-таки для него фактически не так важно, кто именно или человек с какой идеологией, с какой программой стоит против власти. И поэтому Рафио Ванасиан получал по официальным данным 40 процентов почти, 37 процентов. Он выиграл во многих городах, в больших и средних. В Ереване примерно разделились голоса. И в принципе, мне кажется, в Армении мало кто этого ожидал. Что с этим произойдет, сказать трудно. Означает ли это, что выборы были лучше? Опять-таки трудно сказать, потому что выборы это не только то, что происходит до дня выборов и в день выборов, но это и то, что происходит после. И сейчас этот процесс пока не закончился, и возможно различные пути развития событий. Во всяком случае понятно, что в некоторых отношениях действительно выборы были лучше. Скажем, если взять освещение масс-медиа, то все мониторинги это показывают, в том числе и тот мониторинг, который делала наша организация. Оппозиционные кандидаты появлялись в эфире чаще. Вот такого черного пиара, то есть негативной пропаганды против оппозиционных кандидатов, который был например на прошлых выборах, когда даже абсолютно недопустимые вещи были, конечно, не со стороны людей в правительстве, но, так сказать, явно направленные против оппозиции, в том числе и антисемитские были какие-то теории заговора и так далее. Вот в этом году ничего подобного не было. В основном СМИ старались освещать компанию объективно, сбалансированно, и это, конечно, большое достижение. Другое дело, что может быть так было именно по той причине, что основные конкуренты партии власти не участвовали. То есть власть не чувствовала опасности. Что бы было, если бы, допустим, Гагик Царукян участвовал в выборах, мы не знаем. То есть на самом деле то, что медиа освещали компанию в этот, вот эту последнюю компанию освещали лучше, чем обычно, это результат сознательного решения политической элиты. Это не результат того, что в Армении создалась полиплюралистическая демократическая система. И на следующих выборах, если не будет такого сознательного решения, то медиа может начать работать по-старому. Конечно, в целом, сейчас, когда мы смотрим на пост выборные процессы, тот вот накал, да, та вот конфликтность, которая была в 2008 году, ее нет. И это тоже меня радует, потому что хотя сейчас есть опять-таки конфронтация, но она не настолько острая, как это было в 2008 году. И я надеюсь, и думаю, все меня в этом вопросе поддержат, что то, что произошло 1 марта 2008 года, да, вот скоро будет годовщина этих трагических событий, никогда уже больше в Армении не повторится. Хотя, конечно, нельзя недооценивать фактор глупости с обеих сторон, и, в принципе, нужно быть очень осторожными. Что касается последствий этих выборов в региональном контексте, да, как это повлияет на отношения Армении с соседями и не только с соседями. В этом плане я должен сказать, что от выборов очень мало зависит. Дело в том, что сама география, да, или геополитика, ну, хотя я не очень люблю это слово, скорее, география Армении такова, что кто бы ни был у власти, будет проводить более или менее ту же самую политику. У нас фактически две границы закрыты, да, границы с Азербайджаном закрыты из-за Карабахского конфликта, и там ситуация, которую часто по-английски, использую английское слово nor peace, no war, да, то есть ситуация ни войны, ни мира, или frozen conflict, ситуация замороженного конфликта, который, на самом деле, не такой уж замороженный, периодически бывают стычки на границе и гибнут люди, и перспективы решения этого конфликта на данный момент очень спутные, периодически медиаторы говорят, используется такое слово, опять-таки, английское windows of opportunity, да, какие-то окна возможностей, которые, кроме этих посредников, на самом деле, никто и не видит, потому что позиции сторон настолько отличаются, что очень трудно представить, что кому-то даже если это посредники ОБСЕ, удастся их сблизить, что другая граница закрыта из-за плохих отношений с Турцией, да, которую, ну, это тоже конфронтация, может быть, слово конфликт в данном случае не совсем подходит, потому что все-таки какие-то отношения есть, да, скажем, есть рейс Ереван-Стамбул, или там граждане Армении могут ездить в Турцию, но, в принципе, опять-таки, это ситуация, которая не имеет решения в ближайшем будущем. Попытка решить эту ситуацию была, и мы все знаем, что, ну, я думаю, если вы следите за тем, что происходит в Армении и в регионе, вы знаете, что произошло с армянно-турецкими протоколами, да, фактически они сейчас мертвы, и, в принципе, здесь, опять-таки, все зависит от решения Турции. Если Турция решит открыть границу, это может произойти очень быстро. Позиция Армении здесь однозначная, что Армения готова к открытию границы, к установлению дипломатических отношений без предусловий, и признание геноцида в этом плане, Армения не ставит это предусловием для того, чтобы развивать отношения с Турцией, то есть это рассматривается как отдельная проблема, да, а дипломатические отношения с Турцией это другая проблема, которая не имеет к этому отношения. У Турции сейчас единственный стимул, который мог бы заставить Турцию предпринять какие-то шаги, это, естественно, столетие геноцида, в 2015 году будет, да, 100 лет, с 2015 года, и армянской диаспоры это всегда, это, естественно, очень хороший повод для того, чтобы активизировать усилия по признанию геноцида во всем мире, в первую очередь в Соединенных Штатах. И поскольку Турция очень не хочет признания геноцида в Соединенных Штатах, то, соответственно, будут какие-то, может быть, шаги. Но рассчитываясь на то, что Турция пойдет на открытие границы, установление дипломатических отношений очень трудно, и просто потому, что времени не очень много, я сейчас больше об этом не буду говорить, если будут вопросы, можем это обсудить. Но, во всяком случае, здесь тоже в ближайшем будущем какого-то прогресса ожидать сложно, кроме каких-то символических, может быть, шагов. Поэтому Армении остается развивать отношения с оставшимися соседями, то есть с Грузией и с Ираном. Ну, с Ираном ситуация тоже довольно сложная. У Ирана довольно сложное отношение с Западом. И в этом отношении Армения, конечно, наверное, занимает, можно сказать, привилегированное отношение, потому что, наверное, единственная страна, у которой есть определенные контакты с Ираном, и Запад к этому нормально относится, но, во всяком случае, Соединенные Штаты, то это Армения. Соединенные Штаты понимают, что требовать от Армении как-то, так сказать, построить какую-то стену на границе с Ираном это нереально, связь с Ираном это очень важно для Армении, поэтому отношения с Ираном у Армении нормальные, есть экономическое сотрудничество. И Грузия, здесь тоже проблема, в чем заключается в том, что у Грузии, соответственно, если у Ирана не очень хорошие отношения с Соединенными Штатами, то у Грузии аналогичная ситуация с Россией. И опять-таки, здесь Армении приходится как-то находить золотую середину, чтобы и развивать отношения с Грузией, которая тоже очень важный партнер для Армении, потому что это дорога на Запад, это связь с Европой, это экономически очень важный партнер. И с другой стороны, чтобы развитие отношений с Грузией не влияло на армяно-российские отношения, о чем, что тоже очень важно для Армении. В этом плане, я думаю, изменение власти в Грузии поможет армянам, потому что Иванишвили, он более, ну, конечно, я не считаю, что он поменяет полностью поэзический курс Грузии и переориентирует страну на Россию, но ему будет легче найти язык с Россией, найти общий язык и как-то до какой-то степени урегулировать те конфликты, которые есть между этими двумя странами, и, естественно, это выгодно Армении, потому что это также облегчит задачу армянским политикам. И отношения, так сказать, с более глобальными игроками. Естественно, в первую очередь, здесь нужно, я думаю, сказать о России. С Россией в Армении сотрудничество в первую очередь в сфере безопасности, и, ну, учитывая тоже ситуацию конфликта в Армении, просто не может позволить себе быть вне какой-то системы безопасности. В НАТО Армению пока, вроде бы, никто не зовет, хотя Армения сотрудничает с НАТО, да, армянские миротворцы участвуют в операциях НАТО в Косово, да, армянский контингент был в Ираке, в Афганистане, то есть, не то, что Армения, так сказать, отгородила себя от НАТО и не хочет иметь ничего общего. Нет, Армения готова сотрудничать, но пока ни в Армении, ни в НАТО, да, серьезно рассматривать перспективу вступления Армении туда никто не рассматривает. Соответственно, остается другая альтернатива, да, ОДКБ, ну, скажем, прямо, да, то есть, это организация договора коллективной безопасности, куда входят постсоветские государства и Россия. Естественно, здесь основная, так сказать, основной партнер это Россия. И в сфере безопасности, конечно, сегодня Армения не может найти альтернативу России. На этом уже строятся отношения и политические, и экономические. В Армении очень сильное экономическое присутствие российское, очень много российских инвестиций, много российских компаний, в том числе в очень важных сферах, как энергетика, связь и так далее. То есть, связи с Россией в Армении, конечно, очень крепкие и трудно представить какую-то другую ситуацию. Однако, это не мешает, чтобы Армения в то же время старалась развивать отношения с Западом. И здесь, опять-таки, два таких направления. С одной стороны, Соединенные Штаты. Ну, Соединенными Штатами здесь, опять-таки, конечно же, есть проблема, потому что, особенно в последнее время, российско-американские отношения тоже не самые блестящие. Но Армении удается тоже сохранять определенный баланс. Предыдущий министр иностранных дел называл это комплиментаризм. То есть, когда Армения пытается сохранять хорошие отношения одновременно и с Россией, и с Западом, и с Европей, с Российским Союзом, сейчас предыдущего министра нынешней власти не очень любят, поэтому этот термин не используют, но суть политики от этого не меняется. И, наконец, третий компонент вот этой политики, которую можно условно назвать комплиментаризм, это интеграция с Европой, попытки сребления интегрироваться с Европой. Конечно же, учитывая все, о чем я говорил, о каком-то стремлении вступить в Европейский Союз в обозримом будущем, опять-таки, речи не идет, но есть сотрудничество с Европейским Союзом и с другими европейскими институтами, есть программа «Восточное партнерство», в которой Армения довольно активно участвует, есть переговоры разного рода о договорах, которые институционализируют сотрудничество с Европейским Союзом, о смягчении визового режима, deep and free как-то по-русски глубокое и широкое торговое партнерство. Соглашение о глубокой и всеобъемлющей торговой зоне с Евросоюзом и так далее. И это очень интересно, иногда это называют «integration by stealth», то есть незаметная интеграция. То есть Армения старается изменить свою экономическую и политическую систему, привести ее в соответствие с требованиями Европейского Союза, без того, чтобы заявлять об этом открыто и без того, чтобы делать это приоритетом внешней политики открыто. Но, я думаю, есть консенсус, если не среди широкого населения Армении, то хотя бы среди политических элит, среди тех людей, которые формируют политику, что в долгосрочной перспективе будущей Армении конечно в Европе. Вот. Ну и я думаю, здесь мне уже нужно остановиться, хотя, конечно, есть еще о многом хотелось сказать, но может быть будут вопросы и будет такая возможность. у нас будет еще второй раунд, в рамках которого мы сможем ответить еще на отдельные вопросы. После этого регионального и глобального обзора ситуации вокруг Армении, Гаяны, давайте вернемся на местный уровень. В Гюмрии господин Ованисян получил почти 70% голосов. Это второй по увеличению город в Армении после Еревана. Ванадзор в третьем городе по увеличению он тоже получил достаточно большое количество голосов. Вы сами из Гюмрии, ваша семья еще живет там. Вы занимались там общественной политикой, у вас обширная сеть знакомых. Это очень живой город, в котором существуют не только независимые СМИ, но и НКО. Какую роль играют эти участники? И как вы можете объяснить этот высокий процент, который набрал господин Аванисиан? Спасибо. Здесь я должна, наверное, последовать примеру Алика. И для того, чтобы объяснить ситуацию Гюмрии 2013 года, если мы начинаем речь именно с Гюмрии, вернуться в 2008 год. потому что Гюмрии пережило очень интересное перевоплощение как процесс поствыборной после 2008 года, потому что здесь за почти год до начала выборов открылась местная независимая телестудия, которая более или менее адекватно пыталась отобразить события, которые происходили в политике. Ну и в том числе, например, выступление первого президента Армении Левона Тарпетросяна, программное выступление, после которого, вернее, во время которого он заявил о том, что возвращается в большую политику. После того, как это выступление было полностью этим телевидением транслировано, естественно, буквально через месяц начались походы налоговой инспекции, которая приписала большие штрафы телестудии. Это самый удобный способ закрыть любое независимое предприятие, особенно, если это какое-то СМИ. Но поскольку на носу были выборы, особого, очень сильного похода в предвыборные кампании, видимо, не хотелось делать в том смысле, что это тут же бы отобразилось на оценке всей выборной ситуации. Но после выборов, после кровавых событий 2008 года было принято решение, что я сейчас уже боюсь ошибиться, в сумме была очень большая сумма штрафа. Якобы 80 миллионов, да, миллионов драм, но это кажется 24 тысячи долларов, что ли, что-то порядка того. Очень большая сумма, которая понятна, что эта маленькая телестудия никак не могла выплатить. И произошло поразительное, на мой взгляд, событие, потому что население самого бедного региона на тот момент собрало деньги, свои собственные люди собрали деньги, выстраиваясь в очереди для того, чтобы выплатить налог за свободу слова. Это было действительно нечто невообразимое. Местная телестудия осознанно, достаточно осознанно сделала телемарафон в течение одной недели, транслировала все это событие, все приходы налоговой инспекции, я вам больше скажу, что некоторые работники той же самой инспекции сами же через подставных лиц тоже участвовали в сборе этих денег. То есть одно дело выполнять приказ властей, а другое понимать, чего это стоит. И действительно в этом смысле Гюмри сумела отстоять. Конечно, здесь тоже благодаря международным организациям, посольствам, вмешательству американского посольства, но так или иначе деньги были собраны, выплачены, и телестудия осталась. Она действует до сих пор. И это один из, по-моему, немаловажных факторов, который позволял жителям этого на сегодняшний день региона, где 47% официально бедности, и тем не менее люди при этом вовлечены в такую политическую активную деятельность. Это один из факторов. Но второй фактор, видимо, сама такая высокая цифра бедности. Это открытое недовольство своим положением. Это город, который пострадал от землетрясения. Это город, где люди до сих пор еще живут в ремянке, домиках, временном жилье. И, соответственно, степень недовольства достаточно высокий. Но все это, наверное, не удалось бы организовать городу, если бы не некое сотрудничество отдельных МПО, особенно клуба журналистов Аспарес. Достаточно смелого лидера Левона Барсавиана, который сумел скоординировать усилия борьбы и телестудии, когда боролась телестудия, а в дальнейшем организовать работу многих общественных организаций, создать ассоциацию и действовать более или менее скоординированно. И при этом их цель была не только просто протестное движение, в этом смысле протестные активисты Гюмре отличаются тем, что они пытались и пытаются работать как системная оппозиция. Я имею ввиду, например, то, что они участвовали в выборах местную власть во время муниципальных выборов в Совет Старишин и тот же Левон Барсавиан в этом году он прошел, но во время выборов 2013 года, на мой взгляд, он сделал гениальную вещь. Он сумел опубликовать результаты со всех участков до того, как это опубликует Центральная избирательная комиссия. И в принципе его данные достаточно достоверны, потому что он уже сумел разить более-менее скоординированную цепь сотрудников, которая получала информацию со всех участков. Та же самая телестудия работала не покладая сил, фиксируя на камеру и тут же все это естественно выкладывая в интернет. И да, интернет, конечно, это тоже одно из главных отличий Армении, потому что по сравнению с соседними странами у нас больше процентного соотношения, больше людей подключено, больше 30%, и это тоже неудивительно, это тоже немаловажный факт, что практически, ну кроме Еревана, почти во всех остальных городах Армении победил Рафей Ван Исян. победила оппозиция. Это удивительная вещь, потому что на этот раз получается, что Саш Сарксян стал президентом сельского населения, если можно так выразиться фигурально. То есть вот, ну и кроме того, есть, конечно, другие причины тоже, я имею в виду то, что во время парламентских выборов в Гюмрио уже получается так, что периодически выигрывает оппозиционные силы, то есть они получают большинство, и во время парламентских выборов получило большинство представителей от оппозиционной партии на тот момент процветающая Армения, и в конечном итоге сменился даже мэр города, который формально выступал за республиканскую партию, я думаю, на деле тоже он работал пытаясь поддержать республиканцев, но тем не менее он не мог во всю силу все возможности Гаги Кацарукяна не было такой заинтересованности на самом деле, то есть это подкупы, там применение силы и прочее, прочее пускать в дело. Бывший мэр города, он тоже очень уникально поступил на тех участках, которые были, участки между собой были поделены, между, так сказать, людьми, которые имеют авторитет, очень часто так бывает, и они отвечают за конкретные какие-то проценты голосов, то есть помимо официальной версии существует своя теневая версия, как собирать голоса, я думаю, более-менее на Южном Кавказе это у всех так. и соответственно бывший мэр сумел обеспечить на своих участках, но не особо старался это делать на участках, за которые не ему было отвечать. Более того, именно потому, что вот существует конкуренция между разными местными мелкими феодалами, то заинтересованность в том, чтобы в целом победила та или иная сила, нет, но и заинтересованность отчитаться перед своим господином, что вот на моем участке все хорошо, а это вариант еще и скинуть и позариться на какой-нибудь другой пост. Это очень удобная ситуация и так далее. Но всего этого, наверное, бы не было, если бы не вообще изменения и формирования некой протестной политической культуры, которая в Армении раз от раза не только от выборов к выборам, но и между выборами более или менее артикулированно и, по-моему, достаточно стабильно развивается. И я бы назвала эти выборы 2013 года это выборы, в которых условно говоря победила не Рафио Ванесиан, а победила некое гражданское сообщество, даже не просто общество, потому что это не просто группировки, с одной стороны народ, который пошел и тем не менее проголосовал, а с другой стороны именно та политическая культура, которая независимо от того, кто будет лидером оппозиции, тем не менее за себя каждый на своем месте решает, что будет биться до возможного конца за каждый голос, даже не своего лидера. Скажем, за то, чтобы были зафиксированы победы Рафио Ванесиана в избирательных комиссиях на участках старались, предположим, члены партии Дашнак-Сутюн, процветающая Армения или просто независимые наблюдатели, гражданские активисты, которым было не столь важно, чьи голоса они защищают, а потому что уже от выборов к выбору эта политическая культура протестного оппонента, она сформировала тип человека, участника этих выборов, организаторов этих выборов, которые понимают, что нужно удерживать голоса. Это некая особая статья опыта, которая, я думаю, с течением времени может дать свои сходы. Более того, я считаю, что это победа гражданского общества в том смысле, что она начинает самоорганизовываться на разных этапах этих выборов совершенно по-разному, реагируя достаточно быстро на сложившуюся ситуацию. Я хочу сказать, что Рафио Ванессиан, на мой взгляд, насколько я могу судить, наблюдая за разными движениями, а движений, протестных движений в Армении действительно очень много. И они интересны и, по-моему, отличаются от соседних стран еще и тем, что у них есть свои маленькие победы. То есть, например, им удалось приостановить строительство ГЭС, который угрожал там водопаду. Им удалось остановить снос летнего кинотеатра, на месте которого хотели построить церковь. Им удалось отстоять и перестроить парк, примыкающий к главному проспекту Маштоца, который хотели отдать под частные магазины каким-то местным важным бизнесменам. И это они делали на протяжении многих месяцев. Например, в парке Маштоца люди не спали, дежурили три месяца, девяносто дней. Они достаточно целенаправленно и последовательно работают в разных направлениях, не просто отстаивая эту территорию буквально силой. Они поняли, что нужно действовать и на институциональном уровне. У них есть свои юристы, которые достаточно грамотно работают, работают с экспертами. Они понимают, что нужны люди, которые должны стоять на месте того же парка, иначе как только строители начнут работу, а потом закрутить это обратно будет невозможно. И именно поэтому, например, в случае вот этого водопада или ГЕСа, они не поленились, и это достаточно высоко в горах, люди в палатках, эти ребята дежурили, не давая построить, не давая идти этим строительным работам. То есть это люди достаточно целенаправленные, образованные, надо сказать, что в этих движениях очень много профессиональных групп. И это тоже, по-моему, очень интересный феномен в том смысле, что гражданская активность в Армении отражает в первую очередь разные бреши институциональной структуры. Там, где плохо работает власть, тут же накапливается некий социальный ресурс, серьезный социальный капитал, который выливается в протестное движение. Там может быть совсем небольшое количество активистов, может быть очень большая группа поддержки в зависимости от той или иной борьбы. Скажем, в случае кинотеатра Москва они сумели собрать подписи, сейчас точно не помню, 22 или 24, 22 с половиной тысячи подписей, явно, что там были люди далеко не просто даже от оппозиционных сил, но и правительственных, то есть это уже было неважно. Это действительно в этом смысле некое гражданское движение, которое не разбивается по принципам принадлежности политической партии. И второй момент, у меня есть время, это то, что они осознанно пытаются не ассоциировать себя с какой-либо политической партией, понимая более или менее, что они влияют на политику, но именно для того, чтобы с одной стороны не разбазарить свой потенциал и ресурс, они не хотят быть привязанными ни к одной партии, с другой стороны, быть причисленным к оппозиционной партии, это просто опасно так же, потому что при равных условиях представители оппозиционной партии, они наказываются сильнее. И поэтому во время этих выборов очень интересно было, что эти люди, которые не причисляют себя к партии Рафио Иванасяна, многие из них даже не пошли голосовать за Рафио Иванасяна, но тем не менее, для них стало уже осознанной нормой, что если побеждает Рафио Иванасян, значит он и должен быть президентом. И здесь не важно, это Рафио Иванасян или кто-либо еще, здесь важно, чтобы сработал институт выборов. Для них это важнее, хотя у каждого из них могут быть свои претензии к этой власти. И очень интересно, я здесь, наверное, сошлюсь на Александра Искандаряна, который как-то, когда мы обсуждали эту проблему, очень метко заметил. В Армении в русле протестного движения формируется вот левая идеология. Она разна от радикально левой до умеренно левой. В ее недрах есть какие-то движения, которые, скорее всего, могут вылиться вправо. Они своими протестными акциями стимулируют развитие также и правой идеологии, поскольку она слабо артикулирована, на самом деле, может быть, носителей много, но она не артикулируется. И поэтому в этом смысле здесь у нас очень интересная ситуация. И в поствыборных действиях Рафих призывает и действует больше как представитель гражданского общества, потому что он не строит иерархию политической партии. он говорит протестуйте каждый как хотите, как можете. И поэтому сейчас студенты сегодня в Ереване тоже на улице. И не только в Ереване. Да, я заканчиваю. И вот такая ситуация. Спасибо. Большое спасибо, Гайне. о гражданском обществе в Армении конечно тоже уже можно говорить долго, можно говорить об отдельных групп интересов в стране. У меня несколько вопросов, но я хотела бы конечно тоже предоставить нашим слушателям возможно задавать вопросы. и я предлагаю, что мы соберем сейчас несколько вопросов и потом постараемся на них ответить. Пожалуйста. Пожалуйста, к микрофону. У меня короткий вопрос. Все равно как рассматривать эти 37 процентов Рафаэм Анисиан думает, что это больший процент, а не 37. Но вы видите возможность, что эти проценты ему дают в руки какую-то возможность, что он как-то может воспользоваться этими 37 процентами, чтобы создавать какую-то структуру, институциональную структуру. Насколько он готов и в состоянии что-то делать. Ведь пока каждый раз, когда он достиг какого-то прогресса, прогресса в направлении парламента, он не воспользовался этим. Партия, в которой он работал, была партией индивидуалистов, то есть он не был в состоянии поставить эту партию на более мощную платформу. Мне просто интересно будет слышать, как вы расцениваете его перспективы. Вот эти 37 процентов, которые он собрал, его партия, что-то ему дают? Я хочу уточнить, вы этот вопрос, наверное, задали или всем? Еще может быть вопросы? Пожалуйста. у меня вопрос более принципиального характера. Интересная, конечно, информация, но мы пока рассматриваем очень узкий политический процесс. Я хотела бы задать вопрос, а как сейчас живется в Армении? Вот сравнивая, скажем, пять лет назад, когда был экономический кризис. Какие перспективы сейчас есть у армянского народа? Имеют они возможность жить нормальной жизнью? Государство их оставляет в покое, чтобы они жили своей жизнью? Как дело обстоит с иммиграцией? Ведь это всегда была большая проблема. Левое движение, наверное, возникает не только в результате выборов или из-за выборов. Какие сейчас общественные базовые конфликты в стране? Я предлагаю, что мы снова будем отвечать по очереди справа налево и потом еще раз вопросы соберем. Дает ли возможность 37% одессиана добиться формализации себя в качестве политика общенационального уровня? Ну, согласно третьей фигуре силогизма этого нельзя отрицать. Если я до сих пор никогда не летал, то это не означает, что сейчас я не взлечу. До сих пор господин Ованисяну ни разу этого не удавалось. У него нет для этого политической силы, у него нет для этого партии, у него нет для этого даже фракции. Его фракция самая маленькая в парламенте, и она не централизована. Теоретически исключить того, что завтра он вдруг сможет это сделать нельзя. До сих пор не было тому никаких индикаторов, что он это сможет сделать, а он в Армении уже более 20 лет. что касается вопроса, спасибо, Вальтера. Ну, кризис-то не кончился, это ведь не правда, что он кончился, он продолжается. Ситуация, если сравнивать с ситуацией 2008 года, она чуть-чуть лучше. Даже в прошлом году был минимальный рост. Падение было очень серьезным. Мы вторая после Латвии страна в Европе по падению. И причины похожие. Страны, которые это преодолевают относительно легко, это такие страны, как Польша или Турция, страны с емким внутренним рынком. В случае Армении это не так. Соответственно, люди живут трудно. Гай рассказывал про Гюмрии, и можно так говорить не только про Гюмрии. То есть есть проблемы социально-экономического характера. И это напрямую отражается на том, чем я занимаюсь профессионально на политике. Я же не экономист, я политолог. но строить демократию в стране, где голос может покупаться за 20 килограмм картошки, очень нелегко. Мой голос купить нельзя. Я не продаю свой голос. Но я извиняюсь, господа, у меня есть 20 килограмм картошки. А вот у той бабушки, у которого их 20 килограмм нету, у нее его будут покупать, пока не наступит материальное благосостояние, которое является функцией положения Армении. И на карте, и в том окружении, которое она есть. Армения это 3 миллиона человек, не самых богатых. Рынок маленький. Бизнес не идет. Ну идут там завод кока-колы, я не знаю, вот это все есть. Сотовая связь, вот то, что быстро оборачивается и дает деньги. Автомобили строить не будут, потому что их продаж вот этим 3 миллионам, ну хорошо, Грузия еще рядом, еще 4 миллиона, беднее, чем мы. Все, иранский рынок закрыт, он очень протекционистский, огромный рынок, но там только для энергетики он открыт. Турецкий рынок закрыт. Вот каждодневное и повседневное поднятие экономического уровня является гигантской проблемой. В кризис еще хуже. Длинные деньги и дешевые деньги это главная проблема современного мира. вот и бегают и перед Западом, а мы хорошо выборы провели, дайте нам полмиллиардика кредитов. И перед Россией, а мы единственные члены ДКБ, подкиньте что-нибудь. Это постоянная проблема. Внутренние ресурсы исчерпаны или почти исчерпаны. Это одна из основных сложностей. Есть ли динамика? Есть. Есть динамика. Ну, я сказал уже рост. Эмиграция в начале 90-х была форс-мажурная, в некоторые года сотни тысяч в год. Потом она уменьшалась, в 2002 произошел перелом, положительная миграция стала больше, чем отрицательная. Ничтожные были величины 600 человек с копейками в 2002. К 2006 и 2007 она дошла до примерно 20 тысяч. Положительные люди приезжали в Армению и они уезжали. Ну, Приезжали, чем уезжали. 2008 опять обвал. Цифры миграции, конечно, они несравнимы с ворс-мажорной. Это цифры нормы в таких ситуациях. Ну, порядка 40 тысяч. А в прошлом году впервые началось уменьшение. Ничтожное количество, пару тысяч. Я боюсь ошибиться. В этом будет больше. То есть резко сократится эмиграция. Но это постоянная составная часть того, как живет страна. Это константа. население не привыкло с этим мириться. Оно хочет изменений быстрых. Оно преобладает в иллюзиях, что речь идет о плохих и хороших ребятах и убери плохих ребят при виде хороших и все изменится. Реально это программа на десятилетие. Ничего из проблем стоящих перед Арменией нельзя решить революционно. Ни одной. Ни проблем инвестиций. Ни проблем перестройки внутренней структуры политической и экономической. Ни проблем безопасности. Все это проблемы очень надолго. Люди с этим не мирятся. Отсюда и протест. Ну и последнее, что ты спросил, как себя чувствуют. Вот Гая ведь рассказывал. И это я очень долго говорю. Ну вот долго говорю. У меня дочь учится на первом курсе младше социологического факультета. И приходит ко мне так как я в общем смежной профессии задают вопросы. Недавно она пришла и говорила мне потрясающую вещь. Она говорила, что это очень оскорбительно социология. Почему говорю? Потому что вот человек вымучивает, мучается, ломает голову. Для него это серьезное принятое решение. Потом он это решение принимает выстраданной им душой. А потом социолог говорит, что 80% людей твоего происхождения пола, возраста и социальные страты голосуют так же, как ты. Вот Гай рассказывает абсолютную правду. Только города везде голосуют против власти. Это выстроенная гюмрийцами, ереванцами, там, я не знаю, и так далее штука. Они правда сами мучают. Только в Грузии тоже, Тбилиси, Батуми, Руставе и Кутаиси голосовал против Саакашвили. Только Киев голосовал за ющик компомент этого самого. Только революция цветная. В Кыргызстане была Бишкекской революцией. Только на Болотной, а не в Рязани стояли, стоял сколько-нибудь существенный митинг и так далее. Городское население, от сельского населения и мелкие города, от сел сильно отличаются в смысле поведения. И это очень выпукло видно. Вот те люди, о которых говорит Гая, вот социально активный, это один социальный слой. Вот тот мужик, который кладет камни на этом парке для того, чтобы там построили киоск, он не приходит на этот митинг. На этот митинг приходит тот, у кого есть время на нем стоять месяц. Это стандарт. Из-за рождения левой идеологии они сами еще не понимают, что они левые. Это я такой умный и говорю. Есть там пару человек, которые начинают это осознавать, но в целом, что они не знают, но они как будто учебник прочитали и действуют. Вот такая вот ситуация, в которой людям очень нелегко и они действительно тут я просто рукоплекс сказать готов, они действительно добываются и вырывают по куску, по куску, по куску какие-то куски свободы, благосостояния. по поводу первого вопроса Рафио Ван Сиани, я думаю, что да, он как до сих пор именно вот как менеджер, как человек, который строит какие-то институты, он себя не проявил и мне кажется, его это даже не очень интересует. Но мне кажется сейчас возникает обычно когда возникают такие ситуации площадь, она сама может рождать каких-то новых лидеров, какие-то новые структуры. В 2008 году этого не произошло, потому что был Левонтер Петрусиан, который своим авторитетом как бы там были потенциальные новые лидеры, некоторые из них даже вот как Никол Пашинян, например, где-то следил, они проявили себя, но в принципе там была фигура Левонтер Петрусиана, который может быть осознанно, может быть неосознанно своим авторитетом как бы закрывал дорогу для новых лидеров. Сейчас может быть и в этом плане тоже, но были еще многие люди, которые просто не хотели. Они говорят, что вот его называли дедушкой, говорят, пусть дедушка попробует, а потом сейчас этого нет. Поэтому если эта ситуация будет развиваться, если эти протесты будут расширяться, и особенно если правительство будет какие-то неадекватные меры принимать, до сих пор вроде бы этого не было, до сих пор вроде бы полиция вела себя более или менее прилично, то есть ничего такого, что можно было сравнить с 2008 годом, не было. Но если вот эта динамика будет развиваться, то не исключено, что появятся действительно и новые лидеры, и какие-то новые структуры, и в принципе может получиться много интересного. насчет второго вопроса мне кажется уже добавить мало что. Могу сказать, что в Армении жить очень хорошо, интересно и приятно, но мне насчет остальных ничего не могу сказать. Если серьезно, то просто скажу, что конечно в целом динамика она такая, если и позитивная, то очень медленная, но есть какие-то сферы, где изменения идут очень быстро. То есть если взять скажем тот же самый интернет, еще пять лет назад большинство Армении не имело представления о том, что это такое. Сейчас интернет это часть уже повседневной жизни, и это влияет и на политику, и на социальные отношения. Я просто пример приведу, недавно у меня протекала какая-то труба, и пришел слесарь, и мы с ним говорили о политике, что там против такого-то олигарха были протесты, он говорит, да, это я на ютубе смотрел все. То есть пять лет назад представить, что следствие что-то смотрел на ютубе, было нельзя. Сейчас уже это нормально, поэтому изменения какие-то в каких-то может быть сферах, особенно тех, где правительство не очень хорошо понимает, что это происходит, что это такое, и не пытается регулировать, что происходит. Гайны, я могу подтвердить то, что было сказано, что в Армении действительно очень интересно жить, пока не надо бороться за те 20 килограмм картошки. Александр Искандарян говорил о порочном круге. Он сказал, что социальная бедность может быть определяющим фактором для уровня демократии в стране. как вы считаете? Я согласна, потому что это проблема, это очень серьезная проблема, которая много определяет. И именно из-за этой бедности и то вспыхающая, то более-менее понижающаяся, но никогда не прекращающаяся эмиграция. и это не только отражается на финансовой стороне каждой семьи, которая получает какие-то трансферы из нее, но эмиграция это самый большой ресурс, во всяком случае в обществе так думают, для фальсификации, потому что отсутствующие люди, они существуют в списках. И с 2001 по 2011 год у нас было 230 тысяч это официальные данные эмигрантов, но при этом количество избирателей увеличилось на 130 тысяч человек. Как это можно объяснить демографически, никто не знает. Считать, что было столько человек, которые быстренько достигли 18-летия практически невозможно. Там есть конкретное число, сколько их достигло. Поэтому всякие эти манипуляции говорят о том, что это еще и другой дополнительный ресурс, которым власть естественно манипулирует. И соответственно это отражается и не только в том, что людей можно купить. Да, если людей можно купить, естественно их покупают и люди покупаются, продаются. Хотя, конечно, на этот раз были акции, когда люди вкладывали эти деньги, которые им предлагали в качество изъятки в избирательную бюллетень, в конверт, и тут же на избирательном бюллетене писали, передайте это сэршу Савкисяну, мой голос не продается. Ну, конечно, надо сказать, что их было не очень много, но тем не менее были. Были люди, которые делали копию с пятитысячника, потому что все-таки деньги было жалко отдавать, потому что они тоже играют роль для очень бедных семей. Но социально-экономическая ситуация выплескивает и делает протестное общество более многообразным, чем ее осознанная, сознательная, скажем так, образованная часть. Это любые попытки реформ, слабые на самом деле реформы, не кардинальные, большей частью направленные на то, чтобы, ну как люди расценивают, я не экономист, не берусь судить, но в обществе распространено мнение, что любая реформа направлена на поддержание интересов олигархов и идет за счет среднего и малого бизнеса, хотя, как правило, объявляется обратное. Возможно, для страны в развитии, скажем, я не знаю, в сельском хозяйстве, например, это экономически целесообразно, но при этом больше людей социально от этого страдает. И именно потому, что, кстати, слабая легитимная власть, в Армении не делаются серьезных реформ, потому что любая серьезная реформа предполагает поддержку народа, а уже при слабой власти это тоже ограничено. Но с другой стороны, любая попытка что-то реформировать, если даже это, скажем, например, убрать уличных торговцев, или каким-то образом привести в налоговое поле свободных водителей такси. Или вот последнее, это просто потрясающе, на мой взгляд, во время предвыборной кампании провести непопулярную реформу налогообложений стоматологов и как по их утверждению совершенно необоснованно говорит о том, что насколько власть была совершенно уверена в том, что, в общем-то, не важно, как к нему относится его электорат, у него нет, ему нет альтернативы, вернее, ей нет альтернативы, и все эти люди, они выплескиваются в это протестное движение. Они не гражданские, активисты, возможно, но я очень часто регулярно хожу на митинги, на этих последних митингах, которых проводил Рафаев Иванесян, по моей оценке, были люди, которые голосовали за него, за него почти не голосовали или мало голосовали гражданские протестные активисты. Здесь были и физики, стоматологи, физики, у которых там лаборатория отнимают это, и брокеры, и люди, которых сгоняли со своих домов северного процесса. Это протестный электорат, и они пополняют ряды вот этих людей, которые, да, они экономически страдают и адекватно реагируют, на мой взгляд. господин Шмидт снова хочет задать вопрос, пожалуйста. У меня есть еще вопрос, а все-таки движение есть, так у нас название нашего мероприятия. указали на то, что результат выборов дает обоснование для очень интересных выводов. 37% это высокая цифра. Для меня было интересно узнать, но парламент остается таким же, каким он есть на данный момент и для ближайших годов. И говорят, что Армения будет подпишет соглашение об ассоциированном членстве до самой в Вильнюсе, соглашение СССР, и многие задают себе вопрос, что будет потом. Ведь реформы нужно сделать, и можно не только подписать соглашение, нужно осуществить его, воплощить его в жизни. И как вы оцениваете шансы на его осуществление? Ведь в парламенте сидят те, которые потом должны преодолеть последствия. Один пример это преодоление монополия на импорт. Как можно преодолеть эту проблему? Для этого нужно законодательство и реформа законодательства. Если этого не произойдет, что будет потом? И в какое направление будет двигаться Армения? Я прошу вас ответить на этот вопрос. Опять же, спасибо за вопрос. Вопрос правдоважный. Та ситуация, которая есть, на самом деле, тут очень трудно отвечать, потому что существует вот это слово олигарх, которое употребляется во всех постсоветских прессах. Это зонтичный термин для обозначения очень разного типа структур и людей в разных странах. Слава Богу, слава великому Господу всемогущему, в Армении нет нефти. Это приводит к соответствующей структуре вот этой вот типа монополизации и крупных бизнесменов, которые существуют. Какова система? Пирог маленький, претендующих много, места, где этот пирог делится, это политика. Для того, чтобы на уровне крупного бизнеса разделять квоты, нужно быть в политике. Поэтому они все в парламенте. Они не тот, чтобы там законы устанавливать. И это был процесс, кстати, процесс очень динамичный, безумно интересный, как вот эта когорта людей, вышедшая из Карабахских окопов, приобретшая определенные куски собственности, начинала понимать, что ей нужен публичный ресурс, и начинала кроме лимузинов покупать еще и телеканалы, газеты, а потом создавать политические партии. И бороться друг с другом публичным ресурсом. Плюральность там есть. В этом есть надежда. Ничего подобного нет в России. Например, да. Сегодня Березовский, завтра Гузинский, послезавтра Ходорковский, а послезавтра вот эта вот бутылочка будет олигархом, да, потому что для того, чтобы им быть, надо дать кусок трубы и все. Тут другая система, другая схема. Существует среда коррумпированная, внутри которой кватируются доходы, вернее, сегменты экономики, она в ней работает. К чему я все рассказываю так долго, да, не просто потому, что долго говорить, люблю. Если кто-нибудь думает, что президенту это нравится, то он глубоко заблуждается. Когда вот эта вот тусовка диктует не только экономические, это понятно, но политические и персональные проблемы, говорит, а ты послом вот в ту страну назначай, пожалуйста, моего соратника или там племянника, потому что у меня там интересы. Вот это центральной власти не нравится. не может нравиться, не потому что она хорошая, не потому что там люди хотят чего-то сделать, а потому что она не может ей нравиться. И бороться с этим чрезвычайно сложно, потому что речь идет не о борьбе с внешним, а о борьбе с самим собой, с внутренней системой отстранения, вот, слияния бизнеса и политики. Это происходит, динамика есть, это происходит подспутно и довольно не выплескивается, про это не пишут газеты. Республиканская партия это как минимум не одна партия, а две. Там есть вот олигархи, вот те люди, которые создавали республиканскую партию как акциональное общество и те люди, которые выросли в ней как государственные служащие. И столкновение их уже происходит все время. Это лет на 20. Это я не думаю, что у этого нет обязательно положительного результата. Это можно не смочь. Но то, что при каждом следующем грамме и сантиметре легитимности внутренней, каждый президент, будь то Серж Сарксиан, Рафи, черт, дьявол, неважно кто, что он будет добиваться равноудаления олигархов, это абсолютно логично. И это будет происходить и может быть даже приведет к результату. Спасибо. Мы приближаемся к концу нашего мероприятия, но я хотела бы воспользоваться возможностью тоже создавать очень конкретный вопрос. Вам, господин Искандарян, Вы являетесь руководителем института, где Вы обучаете молодых журналистов. Гайяне говорил о роли СМИ. Микаэль говорил о слесаре, который по Ютуб следит или может следить за политикой. Говорил о тех ресурсах ресурсах, которые сейчас уже есть для армянской культуры и политики. Как Вы видите вот эти новые СМИ? Есть определенный оптимизм? Этот оптимизм ведь не новый. Он существует не только в Армении, есть и на Южном Кавказе. такой оптимизм в том числе существовал после арабской весны. То есть оптимизм, что возникают новые СМИ, что люди пользуются, активно живут. Но как Вы расцениваете роль классических СМИ и новых СМИ для развития политической культуры в Армении? Видит Бог, у меня никаких благосных ожиданий в связи с арабской весной не было. Что сказать СМИ? Вы знаете, новых и старых, но это же все некая фигура умолчания. В Армении в печатных СМИ, в печатных медиа разброс от газеты Чёрт и Шхану Чёртая власть до газеты Айо Цзашхар Армянский Мир. Больше, я не читаю по-немецки, абсолютно уверен, что это и в Германии так, но не читаю по-немецки, больше, чем в Америке. И за ту, и за другую крайность в Америке взяли бы в тюрьму тут же. Плюральность гигантская, свободы нет, а нет нейтральной прессы. Проблема прессы главная, на мой взгляд, не в том, что она подвигается давлению, а в том, что она не пресса. Реально, я каждый день читаю порядка 60 средств массовой информации, да, у меня часов 5 каждый на это уходит, работа такая. Из них примерно 15, 15-16 армянских. Разные газеты, сайты там и так далее. вот прочтя все эти 15-16 газет и сайтов, у меня абсолютно полное представление о том, что в моей стране произошло вчера, появляется. Но, во-первых, нормальный человек, ну, он не сумасшедший, как я, он не будет читать 15 газет. Во-вторых, у него нет для этого 5 часов. В-третьих, я извиняюсь за эти газеты, платит мой офис, а у него нет 1500 долларов, у него есть 100. Вот одну нейтральную газету он купить не может, ее не существует. Каждая газета, это газета такой партии, сякой партии, официальная или неофициальная. Это все чаще всего спонсируемые партийными или политическими структурами листки. Соответственно, реальность разорванная. Читатели вот этой самой Айот Сашхар, Армянский мир, вот читатели газеты Аравуд, Утро, я, по-моему, по форме черепа могу отличить на улицах Еревана. Это люди, которые живут в разных мирах. Тут проблема не в свободе, тут проблема в становлении прессы как институции, в которой журналисты будут создавать это пространство, чтобы человек мог купить одну газету и там что-то прочесть. Это по поводу старой прессы, по поводу новой. Она продуцируется и как грибы отпочковываются все новые. Во-первых, в Армении больше 60 телевидений, это страниц с 3 миллионами, на земле. во-вторых, в интернете появляются все новые и новые и показывающие и пишущие. И типология точно такая же. Это все равно адвокаси, это не бизнес. Я говорю, да, я извиняюсь, я говорю о политической прессе. Вне политической прессе бизнес есть. женское про это самое издание какие-то там городских, вот нет нормальных, но в общем, я говорю, желтые издания, то, что об актерах пишется и так далее. Это существует. А тут пресса является, как и все вообще, как и бизнес, обслуживающая некие политические интересы, названные или нет. Это может быть прекрасное, хорошее, гениальное, потрясающее гражданское общество. Но это не пресса. Это может быть бандит, это может быть парламентарий, это может быть политическая партия, это может быть бизнесмен и так далее. Вот задача в том, чтобы сформировался рынок прессы. Какие проблемы вы меня спросите? А я такой тупой, все время одно и то же говорю. В стране, где 3 миллиона населения, и оно не самое богатое. Сделать прессу бизнесом чрезвычайно сложно. Она не окупается. Вот это проблема новой и старой прессы. Что радостно и что в новой прессе хорошо. Вот то, что там, предположим, был телеканал у нас А1+, который был закрыт в 2002 году, долгое время не открывался, сейчас как-то там открыт на том телеканал. Вот это уже не интересно. Это все равно. потому что в интернете ты можешь смотреть телевидение, и они по числу кликов больше, чем политические передачи на телевидение, которое идет из ящика. Это меняет и ящик, и телевидение, и прессу новую. И вот этот процесс плюральности различных медиа, он нашел до какого-то иногда до абсурда. А вот процесс слияния и образования общего информационного поля, он, боюсь, что еще даже не начинался. Спасибо. Последний вопрос вам двум. Сегодня мы говорили о том, что политические акторы, что политические деятели деидеализированы, не имеют идеологии. Гаене, с другой стороны, описала гражданских активистов и говорила, что большинство этих групп старается тоже ограничиться, разграничиться от политики. Где вы видите ресурсы для того, чтобы разные группы интересов, разные политические партии, которые ведь по сути должны стать почвой для развития демократии, где вы видите ресурсы для таких сил, где находятся такие ресурсы среди общества и что это за ресурсы? На этот вопрос сложно ответить и долго, и коротко. Я думаю, что есть такой не очень большой гражданское общество, это люди, которые работают в некоммерческих организациях, и они по сути известная группа, которая не очень зависит от нашей власти, потому что люди, которые работают в государственных структурах, они зависят напрямую от власти, люди, которые работают в бизнесе, они тоже зависят, но почему? Потому что большинство хозяев этих бизнес-проектов это те же самые, либо находятся в одной партии, либо в другой. То есть и плюс, даже если человек независимый, всегда, если он ведет себя слишком, скажем, если это маленький или средний бизнес, всегда есть налоговая инспекция, которая может к нему прийти. Поэтому неправительственные организации, которые работают очень часто на иностранные гранты, в том числе на гранты фонда Бёля и других немецких организаций, это та маленькая группа людей в Армении, которые абсолютно не зависят от власти и могут позволить себе сказать о ней все, что хотят, могут позволить себе прийти на митинг, не думая о том, что завтра их уволят или это ударит по их карману и так далее. Но это, к сожалению, очень маленькая группа, и, естественно, правительству не нравится, что есть эта группа, потому что она маленькая, но она причиняет много неудобств, и поэтому до выборов была такая тенденция, что пытались ввести ограничения на неправительственные организации. В Азербайджане это было уже давно сделано и в гораздо большей степени. В России периодически усиливаются эти ограничения. И были такие тенденции и в Армении, что был такой проект, что не буду в детали входить, потому что времени нет, но, в общем, была такая тенденция. Сейчас, учитывая то, что происходит после выборов, я думаю, правительство руки не скоро до этого дойдут, и эта маленькая, но активная группа сохранится. Но, конечно, этой группы недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в стране в целом. А ситуация в стране в целом, мне кажется, изменится, когда две вещи произойдут. Начнет все-таки работать механизм выборов как механизм формирования власти. То есть сейчас у нас власть формируется не через выборы, просто потом выборы эту ситуацию закрепляют. Но для того, чтобы это произошло, и вот это то, о чем Александр говорит периодически, должен быть какой-то раскол внутри элиты, должна быть какая-то конкуренция, и она уже, как он об этом говорил, она уже есть, и она все больше переходит в политическую сферу, и не исключено, что именно те события, которые мы наблюдаем сегодня в Армении, это именно к этому и приведет. Уже в 2008 году был такой раскол, но просто он закончился тем, что та часть элиты, которая откололась, ее, так сказать, лишили ее позиции, поэтому опять оппозиция перестала существовать, хотя несколько лет была мощная оппозиция, она постепенно ослабевала, и в конце набрала 7%, может быть, в этот раз этого не произойдет. Действительно очень сложный вопрос, потому что с одной стороны я хочу, во-первых, хочу сделать небольшое уточнение, гражданские активисты, не гражданское общество, а именно гражданские активисты, потому что гражданское общество гораздо шире и представлено более широко, но вот гражданские активисты, они осознают и они говорят прямо о том, что они делают или, скорее, они влияют на политику. Они не институционализируются в партию, но поскольку и это тоже в духе любого левого движения, которое, в принципе, против институции, в том числе и институтов партии, и достижения управления в форме какой-либо политической партии и так далее. Но, с другой стороны, это то, что касается радикально левого крыла, которое, я говорю, это делает осознанно. И они очень часто внутри себя спорят о том, стоит ли вообще каким-либо образом институционализироваться. Я хочу сказать, что это даже не НГО очень часто, это представители индюшного сообщества, как Микайл говорит, но это не одно какое-то индю, и там оно больше представлено в виде отдельных граждан. Кроме того, они совершенно сознательно пытаются влиять на формирование идеологии. Они все свои речи, выступления артикулируют как обращение гражданину республики Армения. Они даже стараются обходить так, использование этнического термина, не к армянам, а именно потому что слежу за этими дискуссиями, я вижу, как там происходит вот эта политкорректность. То есть влияние на политику там совершенно осознанное. Другой вопрос, что есть умеренное крыло, которое считает, что ситуацию можно выправить, влияя, трансформируя существующие институции. То есть они целенаправленно последовательно с обращениями в разные инстанции вплоть до судов пытаются выиграть какие-то процессы и это протестное движение как форма дополнительного прессинга на существующие институции для того, чтобы их заставить каким-то образом заработать. По разным случаям это делается по-разному. Но силой, которая бы это каким-либо образом прямо сейчас сумела бы консолидировать в готовую организацию я не вижу. Попытки делаются. Вот мы обсуждали вчера то, что оппозиционная партия Левона Дер Петрусян, он пытается каким-либо образом реорганизоваться, но здесь ясно, что быстрых сходов не будет. Поэтому мне на самом деле сложно, я лично не вижу, каким же образом это будет организовано осознанно более-менее такую институциональную борьбу. Спасибо, Гайене, Мика, Филайене. Спасибо, Гайене, спасибо, Мика, спасибо, Александр. Я хотела бы, конечно, продолжить нашу беседу, потому что сейчас, конечно, возникли очень интересные новые вопросы, но, к сожалению, всему есть конец. И поэтому разрешите сейчас сказать вам сердечное спасибо, спасибо за внимание, и до следующей нашей встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ